Это лайк, мы продолжаем и теперь о тревоге на украинском флоте. Боевые суда соседнего государства испугались российского противолодочного корабля Сметливый. На его перехват отправили флагман украинского флота фрегат Гетман Сагайдачный, бронированные катера Бердянский Аккерман, вертолет Ка-27. При этом стоит отметить, что Сметливый не нарушал морских границ. Украинские катера применили так называемую тактику волчьей стаи, то есть числом взяли в осаду российский корабль. До боевого столкновения, к счастью, не дошло. Насколько оправданы были такие активные действия украинских пограничников, спросим военного обозревателя ТАСС Виктора Литовкина. Виктор Николаевич, добрый-добрый вечер. Ну а что, с другой стороны, им оставалось делать, если к их границам подходит огромный корабль с соседней территории? Может быть, оправданы действительные действия? Добрый вечер. Ну, Украина – это страна мифов. Она пытается создать новый миф о перемоге над российским военно-морским флотом, над черноморским флотом. Конечно, мы не нарушали, наш корабль не нарушал территориальные вводы Украины, и такая боевая активность была ни к чему, но Украине нужны какие-то победы, потому что ситуация в экономике, в вооруженных силах ужасная, поэтому что-то должно греть сердце украинских военных. Ну вот, они теперь будут на весь мир кричать о своей победе над российским агрессором. А вы нам, пожалуйста, поподробнее расскажите вот об этом принципе «волчьей стаи», которым, вот как они заявляют, благодаря которому они победили наш корабль. Ну да, это как бы то, что они применили, это как бы насмешка над «волчьей стаи» вообще-то. Вообще термин «тактика волчьей стаи» появился в коде Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны. Ее использовали фашистские подводники, когда по три, по четыре подводные лодки дежурили в Атлантике и нападали вот с этой волчьей стаи на мирные суда, которые перевозили пассажиров, грузы и так далее, топили их, и вот как бы оттуда пошел термин «волчьей стаи». Ну так же действовали бандеровцы послевоенные годы, когда они нападали на те деревни, которые не принимали их на западной Украине, убивали коммунистов, беспартийных, активистов комсомольских и просто мирных людей, которые просто не стали платить им дань. В общем, это не самые лучшие примеры, которые использует Украина и хвастается этим. Ну, с другой стороны, вот мы опять дали им возможность как-то себя показать. Спасибо большое. На прямой связи со студией был военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.